Итак, мы начинаем говорить о революционной модели данных. Поговорим мы о ней, ну, как бы можно сказать, в двух ипостасях. Первая часть будет формальное описание понятий, которые присущи революционной модели данных. И вторая часть мы попытаемся описать их более простыми примерами, которые чаще всего намного легче воспринимаются. Естественно, мы будем говорить в рамках описания модели данных, то и в тех рамках, которые характерны для любой модели данных. То есть мы поговорим о структурной части, немного о манипуляционной и подробно рассмотрим ограничения целостности. Итак, давайте поговорим о структурной части революционной модели данных. Для того, чтобы в полной мере определить единственную родовую структуру, которая используется в революционной модели данных, это отношения, нам необходимо ввести набор понятий для того, чтобы определить отношения наиболее полным образом. Сейчас мы поговорим об этих понятиях. Они, в общем и целом, довольно несложны и большинству должны быть знакомы. В первую очередь, конечно, это тип данных. Почему мы, в принципе, говорим о типах данных применительно к революционной модели? Дело в том, что согласно классической революционной модели, все элементы, хранящиеся в базе данных революционного типа, должны быть строго типизированы. То есть у нас не может быть каких-то данных, которые хранятся в революционной базе, но при этом имеют произвольный тип. Это важное ограничение, поэтому мы говорим о нем явно, и оно явно и строго указано во третьем манифесте Data, который является классикой с точки зрения определения революционной модели данных. Собственно, сам тип данных, сами типы данных, которые используются в революционной модели, очень близки к типам данных в языках программирования. Они определяются как некий набор множества значений, который может принимать переменная типа данных, некий набор операций, которые могут применяться к элементам данного типа данных, ну и набор литералов, которые используются для описания элементов этого типа данных. Что касается примеров, тут все довольно просто и знакомо. Если мы говорим о целочисленных типах данных, которые широко представлены в современных революционных СУБД, то это, конечно, типы данных Integer разной разрядности. Small Integer, Big Integer и так далее. Понятно, что в рамках реализации разных СУБД разрядность и настройки этого типа данных могут отличаться. Данные с дробной частью. Тут тоже все довольно просто и привычно. В первую очередь это данные типа numeric с фиксированной точностью. Ну или decimal. А также данные с плавающей точкой широко знакомые и обычно описываем либо как float, либо как double, либо какие-то их расширения, позволяющие хранить больше набор значений. Следующий тип данных, который очень широко используется и чаще всего применяется, это строковые типы данных, которые могут быть фиксированы фиксированного размера или переменного размера. То есть это, соответственно, char, varchar, иногда называется string. Думаю, тут тоже довольно просто и понятно, о чем речь. Отдельным типом данных чаще всего выделяются в СУБД, так называемый календарный тип. Это все, что связано с датой и времени. То есть это date, это time, это, конечно, date, time. И чаще всего использую, в одном из наиболее часто используемых форматов является timestamp. Отдельно хотелось бы поговорить о таком типе данных, как null. Такой тип данных явно используется для того, чтобы указать, что какое-то значение в какой-то ячейке не имеет никакого значения. Это важно. Опять же, это может быть спроецировано на разные языки программирования, где вы часто тоже можете встретить значение null, none и так далее, которое описывает отсутствие значения в данной переменной. Пока мы говорили про null, немножко зачеркнули другие типы данных, которые иногда используются в СУБД чаще всего. Это некие объектные типы, которые описываются разными форматами, например, xml, json и так далее. Следующее понятие это домен. Домен, если определять это понятие математически, это совокупность следующего ограничения базового типа данных, то есть это тип данных, на которых определен домен, и некого логического выражения, которое можно применить над элементом данного базового типа. Соответственно, если это логическое выражение принимает значение истинно, то элемент этого типа данных принадлежит этому домену, а в противном случае не принадлежит. Если говорить немного более просто, то можно сказать, что домен это некое подмножество, множество значений какого-либо типа данных. Допустим, у нас база данных хранит количество родных единиц товара за какой-то промежуток времени. Вот у нас есть некая таблица, в которой мы хотим сказать, что хотим сохранить товар и количество его продаж за какой-то период времени. И для того, чтобы не имелось возможности ввести некорректные данные в эту таблицу, можно ограничить поле SailNum не только целочисленным типом данных, который позволяет вводить отрицательные значения, но для него ввести специальный домен, который будет описывать только нулевое и положительные значения из целочисленного типа. И тогда мы сможем указать, что, например, товар good1 был продан 0 раз, а товар good2, например, 10 раз. Но при этом, если мы попробуем ввести данные о том, что товар good3 был продан минус 3 раза, то это сразу вызовет ошибку. На уровне с OBD, которое не позволит вам провести операцию добавления некорректных данных, потому что поле SailNum не определено на целочисленном типе данных, как мы в нашем примере рассматриваем, а определено на некотором домене, в который не входят отрицательные значения.